Едем в Краснодар, целый день уже едем, доехали до Омска из Кемерово, а снимать начал только сейчас. А все почему? Потому что Илюша молодец, скидывал дома видосы с флешки на комп, и флешку забыл. И флешку забыл в этом, как его, компьютере. Поэтому по трассе ехал, Новосибирск стороной объехали до самого Томска городов, ой, Омска. До самого Омска никаких городов не было, вот пришлось заскочить в Омск, купить флешку, чтобы снимать начать. Так, в общем, опростоволосился маленько. Что с бананом делаешь? Ем. Зачем? Не заслужил. Все, топ комментариев сейчас будет. В общем, сегодня планируем доехать до Ишима, это еще 360 километров. И хватит на сегодня. Тысячу километров примерно мы уже проехали, вот еще 360 проехать хотим. Выехали на трассу. Погода хорошая, небо чистое. Так пару раз, по минуты три дождик моросило. Так, в общем, дорога неплохая. Да, достаточно было из Кемеровской области выехать, и асфальт сразу везде хороший стал. Везде дорогу ремонтируют, а в Кемерово у нас вообще дорог нет. Вот, в принципе, вот трасса такая. Малявка опять жрет. А, она круглосуточно у меня ездит. Да? Нет? Что, витаминки? Витаминки употребляет. Омск проехали, где-то 50 километров от Омска уже отъехали. Сейчас двигаемся в сторону Ишима, там посмотрю, как себя чувствовать буду. Может быть, еще дальше рвану. Но думаю, часа 4 поспать и еще часов на 10-15 прям без остановки стартовать. Отъехали еще от Омска, километров 300, наверное, где-то около того. У меня, как оказалось, еще товарищ едет на мотоцикле, тоже из Кемерово. Только он не в Краснодар, а в Абхазию поехал. Вот, поэтому я дальше не поехал, решил остановиться, дождаться его, чтобы вместе переночевать. И завтра, возможно, вместе двигаться будем. Сейчас его дождусь. Ему километров около 100 осталось до нас доехать. Пока остановились, гостиница пельменная какая-то. Зашел, узнал, спросил номер, чтобы там вчетвером переночевать можно было. 3,5 тысячи стоит дорого, поэтому будем, скорее всего, в машине спать. Мы втроем с ребенком малявкой. А у Женьки, он с палаткой на мотоцикле ездит. Сейчас он подъедет и разберемся, в общем, кто как, где спать будет. Так, дорога, в принципе, хорошая, асфальт нормальный, везде ехать можно. В принципе, как с Кемерово выехали, везде дорога нормальная началась. Единственное, что ремонт дороги очень часто где идет, поэтому приходится иногда в пробках по реверсивному движению стоять. А так все в порядке. Машина бежит на газу. Кстати, да, я поставил перед поездкой газ, буквально там за несколько дней до поездки. При скорости по трассе 150-130 расход газа примерно 9-10 литров. То есть в два раза минимум получается дешевле, чем на бензине. Прям очень радует. Ты опять жрешь? Очень радует этот расход. По деньгам экономнее. И еще в Кемерово у нас газ стоит 25 рублей литр. Вот отъехали где-то тысячи небольшим километров от Кемерово. Здесь по 20 рублей газ за литр. Это тоже не такая себе радостная новость. Ладно, пошел перекушу, что-нибудь купил сосисок, хлеба. Что жрать будем? Я творожок буду есть. Сосиски вон там лежат, хлеб вон там лежит. Еще кефира взял, короче, сейчас пожру нормально, по-человечески. Ну вот, я дождался карифана своего, короче. Вот он стелет на бандосе на своем 1200. Здорово, путешественник! Привет! Мы не можем без папу-то. Ну а как, надо же это видюшка тебя запечатлить. Я ненавижу мотоциклистов, мотоциклы и все, что с этим связано. Это точно? Ты сейчас не врешь, это точно? Ты поэтому решил 6 тысяч километров ехать на мотоцикле? Я уже передумал, и все перед Новосибирском. Это вообще жестко. Это просто жестко. И ты знаешь, я пришел к выводу, у меня было время. Так вот, на мотоцикле если выезжать и на машине, на мотоцикле не быстрее. Это минимум, а скорее всего дольше. Объясню. Мы заправляемся у нас на 320 километров в ходу. Да, Ба? Ну, конечно же, ты же будешь оставлять там еще все-таки каждые 200 километров по-любому. Цепь, долбанная цепь. Ты ее мажешь, а я ее никогда не мажу. Да, а я мажу. Я, короче, мазал ее сегодня 3 раза. Заправлялся, блядь, 6 раз. И я не ел еще сегодня. Я тебя сейчас накормлю, братан, у меня тебя там, короче, это замутил. Скажи, у нас есть жилье? Жилье, я, короче, цены на жилье узнал и решил, что живем в машине. Ага, ну ясно. Потому что, блядь, я на 4-х человек, чтобы заселиться, 3 с лишним тысячи. Матери Божьей. А за 3 тысячи я что-то подумал. Я пошел на 700 рублей хавчика купил, и я понимаю, что это можно всю дорогу хавать на эти 3 тысячи. Мне можно где-то на лавке тут упасть. У меня-то ховрик, все с собой, спальник. Ну, я как бы это... Если у тебя палатку долго ставить? Нет, не так. Можно просто королу маленько сюда отогнать, за королу палатку кинуть и мотоцикл рядом поставить. А вы хотите идти здесь, да? Да я прям здесь бы остался, конечно, замечательно. Ну, а что? А что такого-то? Вообще пофигу. Не, место хорюшее. Место нормальное. Намоленное. Намоленное. Ладно, ребята, короче, кормить зеленого буду. Зеленый он, короче, у меня, потому что много-много лет назад у него был зеленый мотоцикл. Кстати, я его недавно видел, хлам этот. Я вообще, вообще рад. Я просто думал, я прям так хотел увидеть эту королу. У вас всех. Ехал, ехал, да? Ехал, я забыл номер. Забыл, я помню, королу хочет быть, как каждую просто смотрелось. Вообще эти. Чик, уазик. Альпом, вот не только, вот, под конец увидел. Это вообще, это вообще просто ужас. Ну, так вот. Ой, ребята, надо, короче, это, брата байкера накормить, а то он сдохнет с голода сейчас. Я, наверное, поставлю. Ты, кстати, видишь, сколько заболоченностей? Да, вообще. Вообще, одна болотина идет, и все. Березы, без листьев, ничего, прям дохлые деревья стоят, и болотины много. Я удивляюсь, что мы здесь не по гате едем, понимаешь, не по бревнам. Просто скакал бы сейчас до сих пор на этом. Да, да, эндуро. Дорога, кстати, на удивление, Кемерово только проехали, и оху, инкельная. Я тебе больше скажу, если бы я сейчас ехал на каком служебном транспортере, я бы еще мог штуку прокатать, вот еще ехать и ехать. Я остановился здесь, потому что понимаю, что тебе уже жопа настала. Я бы еще километров на 300, я бы до Тюмени сегодня шаганул. Я просто... Не надо, не надо. До Тюмени я бы просто не даю купить. Ну что, давай ставимся. Давай, да, подкатывай, и я тебя накормлю сейчас, и дальше палатку будем ставить. Мухи, тараканы, короче, всякие меня жрать начали. Женька такой любезный предоставил мне свой дождевик пока. Я ему тут маленько помог палатку расставить. Мотобомжи, короче. Мотобомжи, да. Я мотобомж на машине, вон малявка спит, короче, уже ребенок там тоже спит. Мы поели, сейчас покажу, вот тут кефир, мазик, сосиски, хлеб, ну все по фэншую, короче. Вот сейчас Жеки и Лежбущее сделаем. Маленько посидим, пообщаемся, наверное, минут 20 до спать будем. Женька ездит, поехал из Кемерово в Абхазию. Такие сумки у него, но это на самом деле, ты вообще мало нагрузил, да? Да они расширяются же еще, дополнительно расстегиваются. Ну я что-то, ты знаешь, везти столько до хрена с собой не так много. Я в этот раз ведь подготовился, ведь не просто так, боковые-то сделал. Потому что вот все вез в одной сумке в прошлый раз. Это сильно напрягало. Ты в прошлый раз куда ездил, скажи? До Сахалина. До Сахалина. Это расстояние какое было? Пятнадцать тысяч километров туда-обратно, да? А вы говорите, железные яйца, я полторы тысячи на мотоцикле проехал. Вот человек 15 тысяч проехал, и не пиздите, что у него яйца железные. Да-да-да, ну деваха одна ехала со мной тоже на обрядном пути, как бы, да? Она двадцатку привезла домой, и как бы вот тут вот интересно, вопрос, кто круче, да? Подожди, а на 20 тысяч проехал? А на 20 на какой-то задроте проехал. А что у нее за мотоцикл был? Волки, Сузуки Волки, 250. 250 кубиков, 20 тысяч километров. А там тут 225 даже. 225. Она с него выжимала, я думал, он взорвется, не сегодня, а завтра. Не сегодня, а так вчера. А он едет, 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 она с него 120, ты херачила, в Монголию мы вот с ней ездили. Вообще капец, ну, грун баба, короче, 20 тысяч на катала. Я бандита завалил, даже поднять его не мог уже там, ну, не могу, по-моему. Да, а шо? Короче, с Дашей, ну, и Даша помогала. Вот. Так что, как бы, ну, вот такие вот есть женщины у нас. Ну, на самом деле, ну, могут много проехать и позавидовать, ты знаешь, такому попутчику, да, ну, как, вот, девчонка, допустим. И еще, ну, действительно, она фору даст многим мужикам, то есть, наверное, будем закругляться тогда. Завтра вставать рано, надо еще цепь потом будет помазать. Надо еще поспать умудриться. Ну, вот, ага. Ну, видишь, народ прибывает, я думаю, безопасное место. Да нормально, длиннобойщиков много. Да, вот. Ладно, сейчас будет утро. А вот и утром. Нам надо было хотя бы мыться. Да не надо никуда умываться, ты че, потом умоемся и поедем. Ну, мы сейчас зацепим, как бомжи уже едем. Ну, мы же бомжи и есть. Вот так Женька собирается. У меня всю жизнь работа, чтобы... Смазал колесо перед дорогой, говорит, покрышка должна быть смазана. Да. Обязательно сверху, снизу. И с покрышки, чтобы чуть-чуть смазки попало на цепь. Все, сейчас соберемся, умоемся, позавтракаем и поедем. Время 5 утра. Легли спать в час ночи. Четыре часика поспали, поэтому все окей. Смотри, туман этот прямо оседает на стекле такими каплями. Дождя нет, а капли на стекле появляются. Фура пропала. Фура пропала, но мы не видим, как еще. О, заправка, оказывается, здесь есть. Капец. О. Это кафешка в Као. А, это... А, вообще не... 60 это слишком быстро. 60 по такой дороге ехать нельзя. Надо 40 ехать. 60 это слишком быстро. Остановились на Урале. Тут продают, короче, самогонные аппараты, самовары. Всякие картины, полотенца. Виагру, электрошокеры. Все подряд, короче, все, что можно продать. Все продают, на всем денежки зарабатывают. Сувениры уральские всякие разные, там, камни, шмамни, всякую такую... Плетеная продукция. Лапти. Я помню. Лапти продают, что еще, плетеную всякую продукцию, корзины плетеные. Ну, много чего продается. Остановились в большой части просто выйти, размять кости, потому что едем по горе. Все едут медленно, 70-80. Затекает, все устает. Вот. Сейчас попрем дальше. О, Женька летит. Ползет, полетит. Ползет, вон, в зеркале я его вижу. Добрый вечер. Привет всем. Там фура встала, сейчас объезжать будете. Давай едь вперед. Да нет, нет, езжай, езжай. Женька на мотоцикле, бедолага, едет там. Все дожди собрал. Тут что-то фура, походу, поломалась, встала. Ехали, ехали, в Уфу приехали. Сняли квартирку, одна комнатную на ночь. Сколько? Тысяча рублей? Тысяча рублей ночи. Вот такая вот хата. Халупа. Ну, даже в новостройке потолки натяжные не совсем, я бы сказал, халупа. Но, странно, новостройка, прям новостройка 17-го года, как я по лифту понял. А рамы деревянные. А балкон пластиковый. Интересно, о, к соседям подниматься на 9-й этаж. Прикольно. Точно, это пожарная лестница, походу. Соседи могут спуститься. Интересно. Вон, наш Тойота стоит. Погода мерзкая, Уфа плачет. Небо плачет в Уфе. На родину Болта приехали, в общем. Сейчас поспим. Помоемся. И поедем дальше, в сторону Краснодара. Уже сегодня, получается, второй день едем. Устал. Там на Урале, получается, серпантины, горы вот эти все. И, ну, очень медленное движение было. 60-70 ехали целый день. В общем, едем дальше. Кжух и новый день. Все, поехали мы, короче. Переночевали, умылись. И поехали дальше. Сейчас мы находимся в Уфе еще пока. Сегодня хотелось бы доехать хотя бы до Ростова. Ну, не знаю, как сил хватит, не хватит. Но будем стараться. Погнали. Здравствуйте. Приветствую. Туда помнишь, пожалуйста. Нарушайте, тачивайте. Знак был обгон запрещен. Хурова богдали. Да? Свидись, да. Держите. Камера, да? Да, я не видел знак, может, из-за фуры не видел. Ну, блин, не нарушаю даже, как бы, это. Разметку двойная. Да, вместе снять, его не закрыть. Блин, ну, что-то не это. Сплошной не было там. Через сплошную-то точно не обгоняю. Блин, не увидел знак, честно. Едем. Сосставим, поедем дальше. Ох, вот так вот. Сосставим. Пять рублей сейчас составят. Ну, там пять или лишения было, и через Кемеровский суд по этому видео, либо он говорит, можно две с половиной. Ну, пять все равно без скидки оплачивается. Не знаю. Короче, что там было? Пишет камера. Зарабатывают ребята протоколы. Временный знак стоит, обгон запрещен. Я его каким-то хреном не увидел. Обогнал фуру, которая ехала 50 км в час. И, в общем, меня тормознули и оформили. Да где онлайн оплачу, да и все. Вот, тормозят много машин. Вон, все стоят. Сказали, через 15 км будет подобная ситуация. Стояем в этой, короче, ну, объезд дорог был. Ну, в общем, встали. Получается, сзади тоже машина стоит, ну, выходит мужик. И выкушай хату. Поговорить там, ну, покурить и поговорить, само собой. Походить там, вопросы тарараряю, такой, ну, откуда, куда. О, нифига, там все. Ну, и, короче, прям так проникся этому всему. Путешествую, как далеко. И такой, ну, ладно, братан, давай, удачи. И вот так вот меня. И он, он как бы, ну, он крепкий просто мужик. Он так похлопал. Он не хотел меня оттолкнуть, но я чуть не свалился. Это было прям от души. Вот, так что. Вот, ладно, Женька, рад был, рад был. Маленько у нас пути расходятся. Жека, ты в какую сторону? В сторону Ульяновска поехал, да? Да. А мы до Волгограда двигаем. Навигатор сейчас рублю. Получается. И поедет навигатор. И все. Сейчас он продумает. Вот, ладненько, рад был попутешествовать вместе. Давай, счастливо. Езжайте, все. А я поехал. Проезжаем Тольятти, родину великой автомобильной марки. Догадайтесь, какой. Сейчас будет у нас мост какой-то. Так, 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 так. Я не знаю, чем. С Тольятти выезжаем. Заезжаем в Жигулевск сразу. Остановились. Кафе, мотель Хачмаз какой-то. Покушать. Маленечко передохнуть. И дальше в путь, дорогу дальнюю. Сегодня мы... Хотелось до Волгограда доехать. Но сегодня мы уже не успеем до Волгограда. Дорога сложная в плане того, что очень-очень-очень плотное движение. И очень немного мест для обгона. Мотоциклисты. Всем мотоциклистам лайк. Пейзаж очень красивый. Мне очень понравился. Как вам такой вот вид? На самом деле, вот, буквально уехал за Омскую область. Проехал Омск. И красота такая началась, что прям словами не передать. Очень клево. Красивые пейзажи такие. Погода хорошая. В Уфе вчера был. Уфа вообще, блин, весь день, сутки, получается, в Уфе шел дождь. Там до, после, не знаю. Но мы как въехали в Уфу, там переночевали. И все время там лил дождь. И выезжали сегодня утром уже из Уфы. Ливень шел. Только вот из Уфы выехали. Километров 20, наверное. Все, солнце, погода отличная. В общем, клево путешествуем. Вообще нравится путешествовать. Сейчас ездим на машине. И, наверное, на следующий год, или, может быть, даже в этом году, не знаю, как сложится, хочу на мотоцикле такой же круг дать. То есть мотоцикл свой в Краснодар перегнать. В общем, время покажет. Пока пойду покушаю и будем продолжать ехать дальше. Едем, едем, едем. Еще не спался вчера. Уже день следующий, получается, проехали Волгоград. Ехал по трассе, такой какой-то узкой трассе. Не знаю, не по навигатору поехал. Поехал там, где, казалось, мне проще проехать. Но суть не в этом. Суть в том, что увидел такую стеллу, решил остановиться. Блин, ну реально, очень такая символичная, крутая стелла. Путь Ильича, как вам? А, зачет, да, вот это я увидел. Вот это я нашел. Вообще огонь просто. Орловская филиал, Путь Ильича. Прям вообще еду в путь. И такая стелла, Путь Ильича. Я прям, как ее увидел, аж оттормозился. Прям на юз практически. Очень круто, очень понравилось. Правда, она такая зашарпанная уже, как и я, собственно. Очень круто. Приехали в Краснодар. Уже получается с Уфы, как выехал. Так толком и не спал. Час покемарил или два. Вот и доехали уже до Краснодара. Сейчас еще километров, наверное, 40-50. И до родителей доеду. Финишная прямая, так сказать, устала, вообще жутко. Завтра в Геленджик на море, наверное, поедем. Вот. Как-то так. Так. Продолжение следует...